Вечером, в среду, после обеда, сон для усталых, хмурых людей, мы приглашаем тех, кто и чай, в дикие джунгли и скачем. Субтитры сделал DimaTorzok А, на холостых не слышно, хорошо, понятно, ладно, поехали покатаемся, это то, что... О, смотрите, как канистра сзади подпрыгивает, но, скажем так, канистра делает вид, что подпрыгивает по физике, но не предпринимает попыток, скажем так, выпрыгнуть совсем. А тормозить задний ход, это все понятно. Ну что, поедем по атмосферному или весело? Так, а как назад-то посмотреть, можно? О, смотрите, он даже делает вид, что переключает коробку передач, он даже жмет педали, правда, обе одновременно. Это какое-то новое слово, в езде. Ну, вообще, если гашетку в пол... Гашетку в пол, если вдавить, начинается с машиной что-то невообразимое. Но, смотрите, грязь налипла на колеса. Хо-хо. Это серьезная заявка на физику. Прям, ой, спинтайрс, прости господи. Правда, единственное, что немножко меня смущает, то, что следы на земле не совпадают с протектором самой машины. С протектором колес самой машины. Ну да ладно. Игра все-таки про детский детектив, а не про взрослый, поэтому это не относится к серьезным упущениям. Так, там что-то светится. Я не понял, вообще, нахрена мне эти руины? Ну да ладно. То есть, с мастером Экзара, 36. То есть, суть задания-то в чем? Ага. Ну да, я не думал, что он туда допрыгнет, просто тогда что? Веревку туда бросить надо? Хо. Я в очередной раз, видимо, пропустил ту часть, где мне дают задание, а объясняют, что надо делать. Потому что... Может, это где-то здесь? Может, на какую-то кнопку надо нажать? И тебе расскажут, что делать? Нет. Рубрика «Догадайся» сам продолжается. Здесь смотреть не на что. Здесь смотреть не на что. Там, вообще-то, что-то блестит вот там наверху, но смотреть-то не на что. Мало ли что там может быть. Я уверен, что там обычное сокровище, и, типа, игра, типа, тебе предлагает до туда добраться. Стопэ. Да, ничего стоящего. А это что? Давай, поехали. Лебёдка. У Джипа есть лебёдка, её надо зацепить, и, может быть, тогда что-то там обрушится. Решительно не понимаю, чего они хотят. Вот почему я играю в Мэд Макс, и там всё... Да, там потому что и понимать-то, наверное... О, Кэмл Трофи. Ну, я уж хотел похвалить, что, наконец-то, в играх вода не протекает в кабину машины, но нет. Протекает. До сих пор не в состоянии побороть этот эффект. Когда трава сквозь танки прорастает в некоторых играх, здесь сквозь днища машины наверняка прорастёт. Как вы сейчас попасть под извержение? Нет, трава уже не прорастает, только вода. Поверь, я первым делом прочитал всё про состояние вулкана. И где взять на прокат дешёвый внедорожник? Салей, не могу поверить, ты искал? В интернете? Ну, не всё же одному тебе быть всезнайкой. Дешёвый внедорожник. Могли бы и нормальный дать. В какой-нибудь там, не знаю, крузак. А, ручной тормоз, вот ты где. Параметры управления, настройки камеры. Да нахрена, нормальное управление. Не в гонке же играть-то, ё-моё. Интересно, а тачка собирается там что-нибудь застревать или что? Тут просто езда, что ли? Просто езда и поиски. Ну, вода машину не отмывает, что странно. Может, вода такая чистая? Ну, вроде есть какой-то намёк, да, уже такой на физику Вартандера, скажем так, когда танк пачкается, но там он... Где пачкается, там же и моется, в общем-то, в водичке рядом. Здесь ничего подобного. Салли уже ничего не видит в окно, поэтому высунулся. Думаю, дай хоть так посмотрю. О, вот это интересно. Вот это вариант. Ну, моя ласточка, давай, 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 давай. Ух, классно. Залез. Ну, куда бы он делся-то? Не, конечно, если бы... А что будет, если бы... Если бы машина застревала и надо было пользоваться лебёдкой, возможно, было бы даже... Как на американских горках. Интересно, куда это они заехали? Где такие мосты разбомбленные? Тут есть дорога, но по мосту как будто лет четыреста никто не ездил, но это никого здесь не смущает. Ооо. Графен завезли. Интересно, что всё-таки за машина-то такая. Всё, дерьмолаз дальше не лезет. А вот теперь, видимо, придётся... Придётся тянуть за лебёдку, нет? Подложи что-нибудь. Ооо, ооо, ооо. Так, кажется, я разобрался. Ну, как-то слишком уж по-аркадному тачка движется, как-то уж совсем. Вроде и реализовали, что у неё какая-то проходимость есть, которой... Периодически... Периодически и не хватает, но... То есть, вот в этот уклон я должен заехать именно с разгона, получается. Хотя, ну, на самом деле, конечно, так дела, наверное, не делаются. Я что-то не видел, чтобы в Кэмл Трофи там какие-то джипы, какие-то преграды преодолевали, блядь, с дикого разгона. Знаешь, почему на Красной площади нельзя бабу выебать? Советчиков дохуя, поэтому посиди, помолчи. Ой, блядь. Ага. Вот этот сзади так жопу точно отбил. Может, тут нам надо было взять не джип всё-таки, а верблюдов? На верблюдах ехать? Вы угораете, что ли? Куда дальше? Видимо, вот на эту отвесную. Вообще, я в шоке. О, еноты. Лемуры. Кто это? Не знаю. Следышин, да. Что-то странное. Что есть ещё? Какие-то дураки, которые тут ездят. А что, если я вот это вот сломаю? Что это такое? Мелочь, а приятно. Как детский снеговик сломать? Виктор, а о чём вы там в прокате спорите? О, твой брат настаивал на внедорожнике с лебёдкой. Ну. Значит, ты потратился на лебёдку, а на подвеску денег пожалел? Да, это важно. Ну, а вдруг дождь пойдёт? Дорогу размоет. Какую, блядь, дорогу? Где тут дорога-то? Вообще, у них есть самолёты, у них там много чего есть. Неужели нет денег на нормальный джип? Так, держитесь. Не, ну этот джип-то, конечно, убойный. Я не знаю, что они ноют. Просто они всячески намекают на то, что они, типа, нищеброды. Что тачку подешевле искали, ещё что-то. Эй, давай помедленнее. Да. А пятнадцать лет Нейтен Дрейк ищет всякие редкие сокровища, и что? Ни разу ничего не нашёл, что ли? Кто ещё? Да мина-то у него, будь здоров, здоровая. Как ты думаешь, Нейт, а зачем Эвери и прочим крутым пиратам было устраивать тут себе общую казну? Ради какой выгоды? Под бандитов косили, ёптя. Какие сокранности? Уже преследовали англичане. Ну да, может, Эвери помог им исчезнуть? Он уж точно умел прятать сэнс. Врум-врум, мазафака. Нет, отличная миссия всё-таки. Для разнообразия вот самая она. Лучше ничего и не придумать, наверное. Я удивлён, что в этой игре, где очень любят всякие разговоры, тебя не сделали наблюдателем сторонним. Чё, наверное, дверь открыть, да? Нет. Но я сразу с лебёдкой пойду, потому что... Пашня древняя, но сохранилась неплохо. Да, её точно построили во времена Эвери. А, во. Пометили, где она нужна. Надо сделать круг почёта. Возможные два. Нет, одного достаточно. В самый раз. А зачем два, действительно? Если трос всё равно к машине один идёт. Лопнет он, уже не важно будет, сколько раз я вокруг дерева оббежал. Так, ну чё тут есть-то интересно? О. Время рисовать. Это знак Кристофера Кондента. Капитана Огненного Дракона. Его логово было на Мадагаспале. Так, может, Эвери нанимал пиратов? Но зачем? Чтобы они сторожили? Чтобы они его пещеру Бэтмена строили. Не понял, что ли? Может, каждый капитан отвечал за одну башню и отправлял туда своих людей. В любом случае, это не последняя остановка в нашем турне. Турне. Да, Генри Эвери мутил что-то на уровне пирамиды МММ, а может быть и выше, потому что всё это вообще непонятно. Капитаны, инициация какая-то, что-то там, блин. Башни какие-то строил. Давайте деньги в общак складывать. Зачем это всё? Ну, готовы? Попробуй. Так, а на какую кнопку лебёдку-то тянуть? Она сама затянется? Да, автоматическая, походу. Поехали. Спокойно. Спокойно. Офигеть. Тут за камень зацепился. Офигенно. Офигенно. Да, наверное, лебёдка стоит безумных денег. Ну, как она сматывалась сейчас, просто пролетев через текстуру ног двух персонажей. Это да, но как она зацепилась за угол камня и тащила машину под углом. Вот это, конечно, крутизна. Врум, 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 врум. Да, пейзаж. Ладно, давайте на скорости покатаемся, посмотрим, как оно хоть. А бедные угнетённые пираты хотели просто спокойно грабить в своё удовольствие. Нет, нет, нет. Они мечтали стать свободными. Ну, если искать место, чтобы укрыться от общества, тут совсем неплохо. Ага. Только комары размером, блядь, с собаку, а так нормально всё. Уже сто лет едем к этому вулкану. Змеи, скорпионы. Терпение, Виктор, терпение. Знаешь, как сюда прибыли пираты? Сначала взяли в Бразилию, а потом обратно через Атлантику в Южную Африку. И ориентироваться им приходилось только по бумажным картам и по звёздам. Знаешь что, не учи кальмара плавать. Суть-то в том, что мы легко отделались. Да? Эй, черт, стой, стой! У вас есть лоз? Вижу их. Дай-ка. Что там у нас? Ну что, военные шастают. Люди на один? Ну да. Твою же ж мать. Похоже, нашли развалины колонии. Но не те, что нам нужны. И это хорошая новость. А какая тогда плохая? Они перекрыли нам единственный путь к вулкану. Ну, значит, будем брать врасплох. А у них-то что за КАМАЗ такой? Что скажешь, Нейт? Сейчас разберёмся. Что скажешь? Давай миссию с гонками, ёпты! Кстати, вот этот диалог с Салли, когда они, блядь, только что восхищались, какие тут виды красивые, а потом Салли тут же начинает ныть, что они целую вещность едут к вулкану, ну, могли бы хоть по времени разбросать, не знаю, на расстоянии двух минут друг от друга. Две эти фразы. Конечно, они не видят машины, которая ревёт мотором. Хотя она не ревёт мотором. Но она пылить должна. Но нет. Ну, она пылит, скажем так, умеренно, что странно. Так что, мне надо, проехать или... Или обследовать? Так, мост. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чё происходит? Не, походу мне надо... Походу надо было именно... Блядь, а почему в машине застрелили именно меня? Не, наверное, надо было всё-таки зачистить, наверное, нет? Прорваться чё-то не удаётся, по-моему. Да, скорость, конечно, вообще. Надо было доплатить за джип и взять бронированный, потому что... Охуенно. Надо выбраться. Давай об этом подумаем, когда разберёмся с наёмниками. Тачка очень медленная, и она открыта, как... Ну, кабриолет с саной. Поэтому все выстрелы, какие влетят в машину, попадают в Дрейка. Блядь, я их даже не вижу, где-откуда они стреляют. Хорошо, понятно. То есть, надо зачищать. К сожалению, это не миссия. Не миссия про гонки. Это миссия про, блядь, мы ходим. Ходим, убиваем их по одному. Стелсим. Стелсуем. Сегодня мы с тобой стелсуем. Жаль. Динамичная гонка. Это вытянуло бы эту игру, мне кажется, на новый уровень. Даже я бы визжал, что это 10 из 10. А так это, блядь, просто очередной, сука, стелс. А, наносать. Стелсим. Перестрелка меня устроит. Лучше динамичная перестрелка, чем динамичный стелс. Метка стреляет. Да, я стреляю метко, и в отличие от вас, я хоть стреляю. Что вы делаете вдвоем, я вообще не понимаю. Ну, блядь, там хэдшот должен был быть, нет? Так, у меня патроны кончились. Опять пара, пара бел. Так, граната. Опа, сука. Ах, нихуя себе. Это пистолет-пулемет. А, ну, у него магазин удлиненный, но это же ничего не значит, правильно? О. Нифига. Опа, опа. Он готов! Что-то я в прошлый раз их убивал, из них гранаты так-то не выпадали. Ну что, всё? Так, вроде всё. Зараза. Рейфин-1 пригнали сюда целый табун народу. Несложно отыскать сокровища с такой-то толпой. Да? Что же они не нашли тогда, если не сложно? О-о-о-о. О-о-о. Хо-о-о. Ну, если есть выбор автомата или снайперка, в этой игре, конечно, надо брать снайперку. Потому что, ну, дистанционный шутер тут в приоритете. В упор тут не шибко ты, мне кажется, повоюешь. Зачем ты здесь... Ну, прыгалки, лазилки, понятно. Для тех, кто надрочился играть в PvP, они уже там с ходу, с лёту, с вертушки, куда угодно. О-о-о, твою мать. Вот это да. Это наш нано-коло... А, ну, сайгач, наверное, да, какой-то? Что-то я не прочитал, что это за пушками, хер с ним. Я так понимаю, что теперь надо тачкой сломать мост, а потом лебёдкой сломать опору и сделать из моста трамплин. Фал. А чё за фал? Чё-то я ни в одном шутере никаких фалов не припоминаю. Так, вон нашу... Платва, ко мне. Нет, тут на кнопку главная машина только подсвечивается. Вот, возможно, было бы лучше, если бы пенсионер Салли оставался в машинах, а мы одной кнопкой по рации его бы вызывали, и он бы приезжал. Потому что бегать назад к этой тачке после каждой такой перестрелки, ну, не знаю. А, и все телепортировались. Но это всё равно на голову лучше, чем лошадь из Dragon Age последнего, где, блядь, мы на одной лошади скакали вчетвером. Один видимый и трое невидимых. Это вообще самое стрёмное, что можно было сделать. С транспортом в РПГ-шке. Так, ну... Давай ломаем. Как аккуратненько он сломался. Господи, инфраструктура у этих пиратов не к чёрту. И как выбираться? Да я уже всё придумал, как выбираться. Тут даже помечено, где надо цеплять лебёдку, что вот круче всего. Тачка-то мятая вся. Скорее, 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 мы на месте стоим. Хватит косить под Чарли Бронсона с верёвкой. Ну, с лебёдкой в твоём случае. Ой, блядь. Не, ну такие, конечно, вот эти вот... Падения. Да что? Я подумал, может, позвонишь ей и попросишь отозвать своих граммин? Ну да как же. А если мы предложим ей больше, чем рейк? Нет, она так не работает. На машину-то еле наскребли. Так, нам наверх или не наверх? Там есть дорога наверх? Я не вижу. Эй, сэм, хочу тебя спросить. Чем ты занимался вперёд? Ну, знаешь... Долбился в жопу! Хе-е-е! Один охранник, похоже, решил меня исправить. Таскал мне книги из библиотеки. И что читал? Историю в основном. Особенно то, что связано с Севери и другими пиратами. На всякий случай. Ну да. Ну, знаешь, я читал, отжимался, курил. Старался не лезть в разборки между бандами. А как ты читал, если ты сидел в какой-то, блядь, жопе мира, где говорят, скорее всего, на каком-то испанском на речи. А ты англичанин, америкос. Или у них там что, книги на английском языке? Кто к нам пришел? Ага. О чем это я? Если у тебя был свой человек в охране, почему ты мне весточку не передал? Я с тебя... Пять безмозглые солдаты. А, ну опять шутер, понятно. Нужно взорвать эту штуку сами. Если отыщем сокровище, возьмем маленький процентик за находку. Вот что плохо, то что здесь стелс, да, но нет ни одной тихой пушки. Вот в Ларе Крофт был лук, который бесшумно позволял убивать людей, устранять их. А здесь любой конфликт, он шумовой, так или иначе. Либо вот ты никого не убиваешь из оружия, да, только в рукопашную. Либо будет очень шумно. Вот этого справа, видите, который сидит, там что-то фотографирует. Вот милое дело его убрать, но нечем. Бля, народу-то здесь просто дохера. Может надо перестрелку устроить из-за нашей машины? Она как у нас? Не взорвется? Здесь есть камешек. Этот фал похож на Скар, он стреляет по, сука, по три выстрела. Короткими очередями, короче. Я не очень люблю такие автоматы. Ну да ладно. Вроде всё. Да. Хорошая автоматика так-то, у него прицел хороший. Удобно очень с калиматорки с этой здесь шмалять. Любая даже минимальная оптика в этой игре дает просто адовое превосходство. Даже не знаю почему. Так, а ради чего мы их убили? Тут надо что-то с машиной опять чудить или нет. Возможно только для того лишь, чтобы проехать мимо. Они расстались со своими жизнями. Давай, давай, давай. Нас ждёт наша баги. Офигеть. Он запрыгивает с машины с той стороны. Ну да. Шестнадцатый год на дворе всё-таки. Я помню как в Рейдж убога чел телепортировался. В тачку, да? Из тачки он выпрыгивал, а в тачку телепортировался почему-то. Не знаю как. А здесь вот с какой стороны ты к машине подбежал? С той стороны анимация забирания внутрь и произойдёт. Хвалю. Хвалю. Так. Я даже не знаю, правильно я еду, неправильно. Ни компаса, ни карты, ни черта, нет? Просто интуитивно. Я еду туда, откуда... Короче, я пытался просить его отправить тебе письмо до востребования. Я его не получил, потому что начальник засёк. Да, я круто спалился. И того охранника уже больше не видел. Господи. Ну, отомстил, когда начальник решил посадить меня с Алькасаром. Всё вышло не так, как он ожидал. Мы стали бойфрендами, да? Много лет назад я тоже имел тело с Алькасаром. Раньше, чем я встретил вас. О, правда? И ты ещё жив? Ну, тогда он был не тем, что сейчас. Тогда он ещё не... А, смотрите-ка. Что это? Не перебивай, старша. Что это? Маяк, что это? Ёпта-ть. Круто. Ой, художник ты, ёпта-ть, начинающий. Чё ты там набросал-то хоть? Сигнальная башня. Отсюда, наверное, видно весь Кингс-бэй. Да, смотри, вон город. Там речная долина. Офигеть, а нам надо куда? На вулкан? Ты смотри, вот это вид. Я всё жду, что сейчас проснусь в какой-нибудь одиночной камере. Это всё похоже на сон. Сэм. Нет, нет, ерунда. Давай сокровища искать. Ну да. Ну, не попытаться залезть на эту башню было бы преступлением. Так, а что? А что мешает дальше-то? А, там это считается не карниз. Ура, монета инков. Тут бы шашлыки забацать, а. Такие пейзажи, господи. Ну, пейзажи-то ладно, а едем-то мы куда? Блядь, такое ощущение, что у этой машины либо коробка передач какая-то особенная, она не даёт мне разгоняться, либо тачка сама по всем медленная. Сложно сказать. Ну, это как, блядь, видишь, суслика нет, а он есть, так тут тоже с наёмниками. Видишь, наёмников нет. Ну, по-моему, мы всё-таки первые. А, они есть. Осмотрим всё и идём дальше. Ну, я уже вижу, что надо здесь сделать. Эй, как тебе нравится мост, Нейв? Странно смотрится. Но такой мост нужен для того, чтобы что-то защитить. Например, сокровища? Возможно. Пегас. А, Энн Бонни. А, Бонни. По крайней мере, так пишут в архивах. Ну, да. Которая беременная была. Я бы её тоже пригласил. Ну, про эту пиратку я... Барок. Что за барок? Про эту пиратку я знаю... Кто нашёл, тот взял. Знаю по игре Assassin's Creed Black Flag. Про Бонни, про эту. Эй, будь осторожен. Она там с какой-то бобёнкой, короче, на пару. Когда их собирались вешать, сказала, что беременна. И казнь отложили. Блядь, а что? Что не так-то? Блядь, что не так с его мозгами? Сука, дебил, блядь. Ладно, тут надо, наверное, с разгона, с разбега было прыгать. Вообще, там странная такая линия в этом, в Assassin's Creed Black Flag. Вроде как Love Story должна была быть. Типа, вот она притворялась пацаном же сначала. Это Бонни. Вот. А потом она казалась тёлкой, но с главным героем она мутить почему-то не стала. Порушила все законы жадными, потому что в игре, если тёлка с кем-то мутит, то, как правило, с главным героем. Но это как в Гарри Поттере тоже ожидалось, что Гермиона, в общем-то, будет мутить отнюдь не с Рыжим. Но что я могу в этом понимать, да? Бля, как он туда забрался? Да, срочная доставка. Как тебе такая срочная доставка? Я нажал спрыгнуть в последний момент. Не знаю, повлияло ли это на что-то. Живой, да. Справишься? С чем, блядь? Вот так должен быть разговор. Так, а здесь, я так понимаю, надо прострелить цепи, наверное, да? Конечно, нет, блядь, боже мой. Вообще-то, на древнем Плейстейшене, в игре Зена Королева Войнов, и то, блядь, мост открывался тем, что она своим чакрамом круглым сбивала цепи, которые удержат мост. А здесь что надо сделать? Ну, там вон есть какая-то кнопка действия. Так, нахер слезал, непонятно. С помощью ящика... Подсказка, в коем веке всплыла, ты посмотри. С помощью ящика, оказывается, надо добраться... О, ну, блядь. А чем плох мой вариант, просто прострелить эту цепочку и залезть? Мы после того, как пройдем мост, снова поднимем, чтобы наемники здесь поебались, что ли, постояли? Ну, тоже верно. На, отдыхайте! Я справлюсь! Ой, ну ладно тебе, ручка там одна. А, держать, парень! Ручка тут не одна, ручек у нее как раз-таки дохерища. Стоп, стоп! Наемники! О, мой вариант все-таки был лучше. А мы вот так. Блядь, а они слепые, походу, вообще. Оу! А как? Баскетболисты бы так не бросили гранату, как они. С фан, блядь, астической точностью. Так, хорошо. Эти ублюдки хотят повоевать? Блядь, сколько они выдержат попаданий? Зачем-то они предлагают фокусироваться на машине. Блядь, я тоже могу гранату у вас бросить, суки. Блядь, отлично я спустился к самой гранате. Ну, слава богу, мне не оторвало жопу. Блядь, а это что? Мост поднят, как они, блядь? А, нет, все-таки обучен. Блядь. Ну, молись, свою богатую! Эй, справа! Ну, что он спасает нам! Блядь! Блядь, перестрелки тут жесть, конечно. Они со всех сторон начинают лезть. В Ларри Крофт они такими умными не были. Впечатляет! Только не атакует, блядь. Войди в оборот! За проб, доктор! Сдох или нет, я не вижу. Ну, в очередной раз, походу, мы целую армию убьем. Втроем. Этих наемников, как будто, блядь, у овощной базы набирали. Ну, серьезно. Нанимали. Я не к тому, что они стрелять не умеют или еще что-то. Они действуют как-то тупо. Вот окружают они хорошо, а... Когда он выбегает, блядь, с автоматом на три ствола, вот это уже странно. Блядь! Блядь! Убей его нахуй, я его не вижу, блядь. Вау, вон-то где. По-моему, я только что Сэма чуть не пристрелил. Эй, Нейт, уходим, пока другие не пришли. Ладно. Так, сейчас опустим мост. Узи, я не знаю, лучше или хуже. Автомат-то я где-нибудь найду. О! Так, мне что, надо дальше, да, мост дедушкиным способом опускать? По-моему, я мост хоть чуть-чуть доопустил, а сейчас опять он закрутился обратно, что ли? Блядь, серьёзно, вот мне надо... По-моему, это надо полчаса стоять, дрюкать эту кнопку, чтобы мост спустился. Сломался, наконец-то. Вот так. И они ждут, пока я приду и сядь за руль. В нашей банде что, только у меня права, что ли? Только мои права, наверное, действуют на территории этого Гондураса или где мы там. Большая башня на вулкане. Похоже, финал близок, а? Ну, я думаю, что миссии с машиной будут... Ну, в общем, это не последняя точно, но, наверное, это будут одни из ключевых миссий в этой игре, потому что, ну, на тачке кататься, серьёзно, прикольно. Я, конечно, не придираюсь, но Эвриф бухал сюда столько денег, но вот что ему стоило сделать Кирилла? Кирилл. Ему не нужны дебилы, которые не могут пройти. Так, сколько ты должен, Алькасар? Половину. Половину чего? Ну, он знает только про Ганки Савай. То есть про 400 миллионов. Да, но если ты прав, интересно, если я... Если я сделаю... Твой партнёр не должен, какой у тебя на вас. Я не думал, что он станет моим партнёром. Блядь. Обязательно, видимо, замыкать петлю именно на дереве. Нельзя вот камень обхватить. Ну, потому что камень так стоит он. А до башен мне, наверное, не хватит лебёдки. Мне просто интересно, я могу цепляться только за вот такие места или везде, где мне захочется? Ну что ж, сяду... Сяду на чистое сидение в своих засранных джинсах. Всё готово. Поехали. Да, с какой стороны мне камень объезжать? Я что-то не понял, с левой, да? О-о-о, вот он! О-о-о! Вот он что за скрип здесь! Ха-ха-ха! Без паники! Да-да-да-да-да-да! Ну, блядь! Сейчас порвётся! Сейчас! Держитесь! Сейчас! Вот оно чего! Вот они что задумали, окаянные разработчики, а? Ну, давай лезь, блядь! Что ты не лезешь-то? Ты как? Повалой лучше! Давай, вытащи нас! Держите! Спокойно, по-тихонькому! Иже если на небесе да светится имя твое, да приедет царствие твое! Дисмос умолишься, окаянный! Камеру-то нельзя развернуть вниз, посмотреть! Ну, я... Весело было, да? Я не думаю, что тачка забралась бы настолько быстро с помощью одной лишь лебёдки! Бля, классный момент! Вот такие моменты украшают игру, я не понимаю, почему их-то так мало! Ну, тут, видимо, надо с разгону, да? Какой, к чёрту, разгон у этой машины? Ладно, держитесь! Да-да-да-да-да! Такой прыжок веры над каньоном! Везло! Я разнообразен! Да, я почти разочарован! Почти! Ну, чё, украсили свои трусишки коричневыми черкашами, а? Ну, очередная миссия про скалолазание, походу, грядёт! Здесь не войдёшь! Да ладно! Не войти, а, по-моему, нормальный вход! Тоже так, какой-то наблюдательный! Так, очередное, очередное ненужное сокровище, и это, что это, блядь, такое? Шотландская табакерка! Монета в два пенса! Шотландская табакерка! Видимо, сделана из рога какого-то барана отполированного! Так, отлично! И чего? Может, вот в этом? У меня есть граната! Может, гранату в дверь бросить? На прошлом уровне ровно точно такие же трублявые двери мы динамитом открывали, а здесь решили всё-таки нормально! Эволюционировали! Ну, пойдём посмотрим, что там за сокровище! Хотя, во всех американских фильмах, как правило, сокровище находится где-то в конце 250-й загадки! А до этого момента только подсказники, где... Подсказники о том, где следующие подсказники! Я не знаю, ни разу не было такого, чтобы они просто пошли и просто что-то нашли! О! Стол или чьё-то надгробие! Может, чё-то взорвать надо? А, во! Похоже, тут что-то есть! Сэм! Ага! Давай! Чёрт! Тут кирпичи! Щель! Так, осмотримся! А чё, осмотримся! Берём бочку, несём, взрываем! Эй, эй! Аккуратнейше, депарить! Интересно, сколько лет тут лежат эти бочки? Тут вроде всё такое древнее. Ну, я думаю, что надо подойти к решению вопроса основательно. Навалить туда бочек, да побольше, чтобы как ебан... Чтоб как взорвалось и похоронило нас тут заживо всех нахер троих. Ладно, думаю, трёх-то хватит. Берегись! Чёрт! Я же сказал, берегись! Да, великий взрыв получился, ничего не скажешь. И похрен там на то, что это древний памятник культуры и национальное достояние. Америкосы о таком никогда и не слышали. В первую очередь, интересы Соединённых Штатов, а уже во всё остальное... Это уже всё вторично. Как-то в Южном парке. Пошли вы в жопу, румыны! Ха-ха-ха-ха. Эй, ты скорей! Ты поскакал! Сэм, постой! Давай! Осмотреться. Побалдеть от того, что мы первые люди здесь за последние сто с хренами лет. А эмблемку... Ну, это, кстати, эмблема Генри Эвери. Вот это они говорили, что череп. Череп в профиль, только на него здесь бандану пририсовали. Сэм почуял запах сокровищ... А, вон что-то есть. Он поставил на карту всё. Кто он поставил на карту всё? Он предложил всем деньги в одном месте держать. Он не знает, что он что-то на карту поставил. Тогда ещё не было банков никаких, видимо, в Швейцарии. Поэтому пришлось в пещере просто замуровать своё бабло. О, великолепно. Но сокровищ не видно. Великолепно. Сокровищ не видно. Эх, хорош графен, когда вот так смотришь на вот эти камни, свет, тени. Вот здесь не как в Хитмане в последнем, да? Где Хитман нарисован хорошо, а окружающий мир просто говно собачье. Здесь наоборот. Главные герои нарисованы как говно собачье, а окружающий мир очень даже неплох. А, святой Дисмос. Снова он. Ну, что тут у нас? И ещё знаки. Наш дорогой Эвери, Томас Тью. Это... Это Адам Волдридж, Джозеф Фарра, Ричард Уонд. Пиратские капитаны. Ну, пока твоя бредовая теория пиратского общака подтверждается. Пиратский общак. Посмотрим, в чём тут трюк. Надо кнопку нажать или что? Попробуй его за член подёргать. За руку потянуть или... Попробуй. Давай. Эй. Когда вам надоест обниматься с беднягой Дисмосом, посмотрите вот на это. Обниматься. Я бы сказал щупать. Это было бы смешнее. Капец, явно вулкан. Корона, это Кингсбэй. Перед нами карта, джентльмены. Виктор, ты просто гений. Опять карта? Я гений. Да, да. Так, если мы вот здесь... Башня совпадает со знаком Эвери. Выходит, остальные знаки... Это башня времён Эвери. Ну, то есть, сокровища в одной из них? Вопрос в какой? Я насчитал 12. Эй, Виктор. А? Ты ведь у нас не куришь сигареты, правильно? Похоже, мы тут не первые. Оберегись! А чё же вы сразу-то не увидели, что там чинарик лежит? Ложись! Я выхожу! А, чёрт! Я его отвлеку! Ну и начинается... О-о-о, еба! Ни хера сколько патронов он поглощает. Может, граната лучше зайдёт? О-о-о! Интересно, что человек без бронекостюма взлетает от взрыва, а чувак в бронекостюме просто пошатнулся и дальше пошёл. Сколько весят эти доспехи, вот почему я. Мы тут чуть с наёмником лбами не столкнулись. Я иногда не понимаю, где тут наёмники, а где моя воровая команда. Самых бесполезных помощников за всю историю игры. Блядь, там сверху чё? Кто-то из-под ствольника, что ли, шатает? О-о-о! Да, вон он. Самый смелый наёмник. Даже не пытается прятаться. Стоит просто во весь рот. Рост. Во весь рот. Наверное, Рэмбо пересматривал на днях. Ну всё, я нормально, придрочился немножко к этой стрельбе на геймпаде. Это всё? Надеюсь, да. С кувырочками. Ты как? Да, ничего в порядке. Сэм? Я здесь! Ты что делаешь? Проверяю кое-что. Мужика по привычке щупаю. 20 лет в тюрьме сидел. Вышел, и мне этого не хватает. Ну. Карта, спутник. Google Maps. Они тоже поняли про башни. Место расположения, знаки... Что теперь? Теперь? Да всё теперь. Потому что нас трое, а их хрен знает сколько. И у них есть фора. Да, но ещё не поняли, в какую им надо. Здорово, Нейт. Мы тоже. Да, но мы-то умные до хуя, а они нет. Хе-хе-хе. Вот. Немного стёрлось. Вот, на моей печеньке изображены весы. Значит, нам точно надо в весы. Вот это тоже подходит. О, чёрт. Всё равно. Две лучше, чем двенадцать. Ладно. Я бегу к этой. А вы с Виктором к той. Нет, нет, нет. Там теперь уже повсюду люди Рейфа. Именно. Это единственный шанс для нас. Нам надо разделиться. Да погоди ты секунду. На это он прав. Башни на разных концах Кингсбея. Да покажите мне монетку. Сейчас я скажу, что там нарисовано. О, чёрт. Хрен там, да? Они сами решат. Если нарвёшься на клоунов на Дин, дай нам знать. На клоунов. Клоунов на Дин. Ну да, учитывая, что вы убили уже, блядь, человек 300, я думаю, что они в натуре где-то в цирке завербовались. И тут наш джип клонировался и перекрасился, и их стало два. Спрятано у всех на виду. Начинается следующий уровень. И... Да, мы всё ещё на дорожном свине. Вот наша башня. А, вот это, вот демка начиналась с этого момента. С этого момента... Вот это тачка. Давай продадим джип и купим вот это. Никогда такого уёбища ещё не видел. Оговорили, наша победа, дерьмо. Во, ещё и двери закрываются спереди. Ха-ха, бля, вот это... Вот это таз радует глаз. Я не знаю, что это за тачка, но я уверен, что... Я уверен, что на такую машину тёлок можно нацеплять немерено. Это же... Это же ретро. Это не то, что наша классика. Это супер ретро. И здесь ещё одна. Мы в какой-то чертовски экзотичной стране находимся, судя по машинам. А это, ну, копья. Копьё же наше стоит. Нет. Это фиат. Видимо, это дедушка нашей копейки. Капец. Ну, седухи-то знакомые, нас не обманешь. Ха-ха-ха, блин. Ой, ладно, короче, сейчас... Ну, все, наверное, кто смотрели демки, да, я обычно редко смотрю всякие демки и трейлеры, потому что там одни спойлеры и больше ничего. Вот. Но эту демку я, к сожалению, видел, потому что тогда у меня ещё и плойки не было, и она ещё и не предвиделась тогда. Поэтому следующий уровень все, в принципе, наверное, знают. Поэтому отложим его чисто на следующую серию. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите и всё такое.